ЧИТА МИХАИЛ ЛИДВИН! ГРОПЧЕЙ, 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 ГРОПЧЕЙ! Итак, битва блогеров. Смотри, да, пацаны поддерживают, это правильно, поддержите. Кто за Мишу? За Эдварда? Нет! Все очень просто, сейчас мы услышим по 5 шуток от каждого из них. После этого мы выясним по вашим аплодисментам, кто, по вашему мнению, был прикольнее. Все очень просто, шумомер все определит. Итак, да начнется битва! Миша, привет! Всем привет, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас впервые. Вижу огромное скопление людей перед собой. Ни разу не делал сходки, потому что боюсь получить в ебосочину. И это правда. И все это знают. Миша делал сходку, в него уже фантиком из конфетки кинули. Этого достаточно. Меня слышно? Раз, два! Нет, тебя не слышно. Подождите, кто первый? Давайте так. Сейчас мы, сейчас мы скидываемся с ним. Камень, ножницы, бумага. Кто первый начинает? Ты готов, Миша? Кто проигрывает, тот начинает первый. Нет, кто выигрывает, тот начинает вторым. Чё ты свои правила опять, блять, качаешь? Так, я знаю, что нужно, я знаю, как надо. Уйди отсюда, блять. Смотрите. Как это будет? Нет, давай ты пострижи. Конечно, я всё расскажу. Отдохни по три. Я расскажу. Давай. Камень, ножницы, бумага. Кто проигрывает, тот будет первый. Нормально, да? Давай. Поехали. Без огня, без камней. Без соплей. Сразу, сразу. Цу-е-фа. Давай. Три, четыре. Цу-е-фа. Ещё раз, ещё раз. Поехали. Сейчас ещё раз, давай. Цу-е-фа. Эдвард бил первый. Итак, первый ход Эдварда Билла, первые пять шуток от него. Вот это вот, вот это вот стрёмно, начинается. Поддержите аплодисменты, пацанам сложно. Они первый раз, первый раз шутят в этом, в этом формате. Давайте поближе сюда встанем. Идите сюда, чтобы у вас было лучше. Да, смотрите, ребята. Первый раз я шучу по бумажке. Мой основной конёк это импровизация. Здесь нельзя было вылететь, блять, и накидать ему за пазуху. Так нельзя материться. Много детей. Очень важно. Шутки все без мата. Да, я бы не смогу. Полетели. Эдвард, не объясняй, если ты дебил, то люди нормальные, они всё понимают. Услышал, родной. Люди всё врубаются. Погнали. По одной шутке, первый ты. И, что самое главное. Сегодня вечером какой-то грустный мальчик попросил меня купить ему бутылку пива. Но когда он на неё сел, я понял, что это был Илья Соболев. Горшок. Вот такая вот история. Хорошо. У меня, но это не по правилам пока. Ну то есть это сейчас не про Мишу. С первых слов похоронил себя просто. Давайте. Надо громче, да, тут очень тихо слышно звук. Итак, поехали. Первая шутка про Мишу. Первая шутка про Мишу. Говорят, плохому танцору яйца мешают. Но Миша не мешает ничего. Поэтому он танцует в каждой сториз. Это факт. В каждой сториз. Аплодисменты. Да. Ну вот такая история. Это правда. Итак, ход Эдварда был. Итак, к них давай. Можно я уйду? Не подряд пять шуток? Подряд хотите или по очереди? По очереди. По очереди? Да, по очереди. Давай, теперь твой ход. Хорошо. Хорошо. Во-первых, хотелось бы всех поприветствовать. Смотри, аккуратно. Вот. Значит, смотрю я. Реально много людей. Очень волнуюсь. И первый раз вот так вот на сцене перед такой массой людей. Вот, естественно, только один раз сходку проводил. Вот. Но тут как бы все официально. И... Официально? По сути, облажаться не должен. Вот. Поэтому начинаем. Реально волнуюсь. Подолажено. Ладно. Поехали. Ладно. Поехали. Нормально. Обоссался, обасрался уже. Нормально. Чего? Это сученок, блин. Это сложно. Давай, со смешных сцен выбежал, давай, блин. Сейчас. Все. Поехали, поехали. Поехали. Аплодисменты. Все, спасибо. Спасибо. Третий раз, блядь. Так, я Сосу, член Амир... Сценарий его взял. Сценарий твой взял случайно. А в туалетство, ты что его ебал? Так, поехали. Билл, тысячу раз на этого человека наблюдал под разными углами. Смотрел, изучал. И сделал вывод, что этот человек очень похож на ковер Аладдина. Так же хорошо стелется под хача. Вау! Хорошо, хорошо! Следующий ход. Эд Барбилл, вторая шутка. Нихуя себе стелется, это он под меня упал, блядь. Я ему ебал, он слушает меня. Не по факту, не по факту, честно сказать, не по факту. Он меня позвал. Да не оправдывайся, давай. Да ладно, серьезная прическа, молчу уже. Поехали. И что самое главное, ребята... Амирана не было перед тобой. А все знают, это вот мой знак. И что самое главное, говорит, это мое, это мое, не надо. Ребята, поехали. Ни для кого не секрет, что трендом этого месяца были розыгрыши. Розыгрыши автомобилей, розыгрыши женщин, детей, подростка, бутылки. Следующая история. Миша очень любит повторять за другими блогерами. И это факт. Гусейн разыграл Гелик, и Миша тут же начал разыгрывать Бентли за полтора миллиона. Теперь ждем видео, когда Гусейн сам себе начнет отсасывать. Я умоляю Гусейна, чтобы он сам себе отсасал. Мы по цене решаем. И что самое главное, у Миши не останется выборов, как повторить. Следующий ход. Миша Литве. Охуеть, просто. Никто не посмеялся. Умер. Ужасно. Спасибо, редакторы. Так, ну я уже как сказал, что я реально... Пождите, пойдите. Реально, раз уже я сказал, что волнуюсь. Я, конечно, мог сюда взять вот так вот, уверенно выйти, уверенно рассказывать шутки. Взять кепку задом наперед, ну одеть. Мог вот так вот лицо сделать, но я же не долбоеб, как бы, понимаете. Как бы такая ситуация. Это вообще шутка была, но я могу следующую прочитать. Нет, это была шутка? Хорошо, хорошо. Просто вроде ты всю правду сказал только что. Человек говорил, поддерживать будет. Да, нет, было очень... Топит, блядь. Было у обоих говняно, поэтому давай ты. А, ты сказал? Да, это была тоже шутка. Третья шутка! Эрд отбил! Мы на равных сейчас идем по факту. Махаться надо будет. Мне кажется, там два моих фаната орут просто. Два пришло всего. Я верю, люди уже идут, люди идут уже билеты сдавать нахуй. Поехали! Ладно, ребята, давайте. 300 рублей не за заплатили. Поехали, поехали, поехали. Серьезная история. За пределами камеры Миша Летин сразу становится грустным. Видимо, он понимает, что он не лучший видеоблогер, а обычный лопоухий долбоеб. Пожалуйста. Это ж правда, ну это ебаная правда. Нормально, нормально. Третья шутка. Миша. Я неоднократно говорил пилу. Брат, зачем ты покупаешь столько машин? Ты их все равно разбиваешь. Ездил вы на одной машине с Амираном, все равно ведете одно шоу. Катаетесь в одно заведение, ведете там это, снимаете эту никчемную передачу. На что он мне отвечает? Братан, мне не нравится, мне не нравится кататься с Амираном на одной машине. Я говорю, почему? На что он мне отвечает? Я устаю биться затылком о нижнюю часть руля. Бл***ь, ну это не честно. Я уже раз на бой пошел вообще. Итак, последняя шутка, пятая, да? Нет. А, четвертая? Да. Вы считайте, а то я вообще не понимаю. Четвертая шутка. Все знают Олега Майами. Олег Майами не работает больше с Амираном Сардаровым. Он работает теперь с Мишей. У него отдельная студия открыта, они работают вместе. Кто видел влог Олега, видели новое что-то вышло? Вон. И что самое главное, что самое интересное, Миша Литвин с детства мечтал побывать в Майами. Но пока только Майами побывал в Мишу, теперь у Миши мультишенген во все дырки. Нормально. Вау. Это вау, блядь, Анна. Хорошо. Миша, четвертая шутка. Сейчас будет такая коротенькая, но, надеюсь, смешная. Надеюсь. Эдвард Билл впервые увидел долбоеба, когда тот стучался головой об зеркало. Бля, мы на рамках. До них доходит сейчас, подожди, доходит сейчас, подожди. Ты же понял? Да я это понял. Ну вот, ты долбоеб. Отлично, пятая шутка, последняя. Там один кто-то орет сильно прям. Пятая шутка. Угадайте, что кричали шестеро охранников европейского, когда пускали Мишу Литвина по кругу. Это был пранк, бро. Последняя шутка. Последняя такая, ребят, ситуация из реальной жизни. Значит, недавно Эдварда Билла настигли, реально, серьезные ребята, была разборка. Не надо говорить. И после этой ситуации я сделал вывод. Единственное, чем отличается Билл от поезда, у поезда нету задней. Нет, может появиться, но если туда Билл сядет в этот поезд, то много не... Итак, по пять шуток каждый из блогеров сказал. Сейчас вашими аплодисментами. Мы будем понимать, что же, по вашему мнению, был лучшим. Готовы? Про руль, заебись. Первым выступал Эдвард Билл. Аплодисменты и крики ему! Шумомер! Разъебал. Разъебал? Стойте, стойте, стойте. Запоздал я тебе. Подождите, давайте еще раз. А он с Амираном работает, тут в любом случае сейчас выше все поднимется. Готовы? Шумомер готов? Три, четыре. Восемь. Ну, бесконечность, въебала. Восемь, восемь Эдвардов Биллов из десяти Эмиранов. Хорошо. Пацаны, каждому по пятере дам, пожалуйста, блядь. Каждому, я скину пятер, вот так я скину. Я отвечаю. Прямо сейчас я скину по пять тысяч рублей. Это подкуп, блядь. Давай, сейчас все молчим, блядь. Прямо вот так, мультибрендовый. Вот так будет, полетели? Итак, саш. Вторым был Миша Литвин. Готовы за Мишу голосовать? Никто не кричит. Внимание. Три, четыре. Ну ты можешь на колени сесть сейчас, пожалуйста. Что-то косячит. Ребята, шумомер. Давайте. Я что-то не понимал. Старплата, это большая у вас или что-то? Соберитесь. Давайте нормально. Миша Литвин. Три, четыре. Нет. Семь, семь. Упади, сука. Восемь, восемь. Еще по одной шутке. По одной шутке. А где их взять? Хорошо. По одной шутке, Эдвард Билл. Еще по одной шутке. Еще по одной шутке. Давайте я начну. Что он там делает? Давай, давай, давай. Он уже все, пошел. Сейчас надо вспомнить тоже. Поддержите, Миша. А, все. Ну я же уже, я сказал то, что я волнуюсь уже более-менее, но в начале как бы всего этого я реально волновался. Представляю, как Эдвард Билл волновался, когда впервые расстегивал ремень Амирану. А я... Нормально, нормально. Ну все шутки про Амирана, ну согласитесь. Да вообще, это парочка, ёпки. Все шутки про Хачапури. Это ужасно, блядь. Это говорит о чем? Беспомощный ДЦПшник. Поехали. Давай, давай. Какаясь? У вас готов? У него это два слова. Итак, ответная шутка. Внимание. Однажды... Тихо. Тихо. Я сейчас скажу. Я сейчас скажу. Однажды Миша втайне решил снять видео со своей девушкой, когда они занимались сексом. Но как только она заметила камеру, он сразу начал кричать. Я снимаю себя. Я не снимаю вас. Уберите руки. Я имею право снимать на основании кодекса Российской Федерации. Я ничего не удалю. Ну, не обидно. Я уже думал, что все, перемещу. Аплодисменты Эдвард Милл. Аплодисменты Миша Литвин. Тут понятно и без шумомера. Миша Литвин выходит в финал. Брат, ну я тебя краву. Брат, все было честно. Давайте поапланируем нашим ребятам. Молодцы, это был крутой первый раунд. Спасибо большое. Респект, зачем я вышел? Я дальше же все, ничего. У меня нету шуток больше. Спасибо всем, кто пришли. Ребят, спасибо, правда. Крутые парни. Это было очень интересно. Погнали. Итак. Прямо сейчас, перед тем, как...